Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Олег Григорьевич Васенькин, преподаватель гимназии номер 2, педагог дополнительного образования, руководитель объединения шашки Дворца детского творчества. Олег Григорьевич, очень рад вас видеть здесь. Добрый день. Здравствуйте. Мы знакомы достаточно давно, а городская федерация шашек мне однюдь не чужая. Я слежу за многочисленными успехами ваших воспитанников, но ведь не все наши телезрители знают этапы становления этого интеллектуального вида спорта в нашем городе. Расскажите, как вы сами, как ваши коллеги увлеклись шашками? Когда это было? Кто вас вдохновил на это дело? Спасибо за интересные вопросы. Постараюсь максимально полно на них ответить. Начну с того, что шашки – это интеллектуальный действительно вид спорта, но в то же время это и наука, так как по шашкам проводят различные исследования, выпускаются книги, и многие личности говорят, что это наука. Есть направление, что это искусство, потому что в шашках есть красивые комбинации, красивые тюды. К сожалению, иногда они скрыты от простых людей, которые не вникают в суть игры, а подвластны только тем людям, которые вглубь уходят этих, и им подвластны вот эти вот красивые комбинации, красивые тюды, красивые дебюты и так далее. Но для нас, простых людей, шашки – это чаще всего спортивный, интеллектуальный вид спорта, который мы развиваем, который мы любим. Как я пришел в шашки, расскажу немножко попозже. Сначала я скажу, что в нашем городе шашки появились в 60-е годы прошлого столетия. Родоначальниками этого интеллектуального вида спорта в нашем городе стали такие личности, как Геннадий Петрович Белкин, Анатолий Васильевич Батищев, Яскар Газдалович Ганиев, Геннадий Петрович Москин, и очень еще одна интересная личность была у нас. Это Александр Павлович Сидоров. Об этом человеке я не могу не сказать, потому что его знают практически все люди, которые когда-то занимались шашками, которые сейчас занимаются. Александр Павлович Сидоров – это простой учитель математики в 10-й школе, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Красной Звезды. Он очень много отдал шашкам в становлении их в нашем городе. Первым чемпионом города по шашкам стал Виталий Константинович Родников. В настоящее время у нас в городе два мастера спорта. Это в первую очередь Иван Феоктистович Васильев, самый титулованный наш шашист, и мастер спорта Николай Сушков. Но нужно оговориться, что наши мастера спорта – это игроки онлайн. Раньше, во времена Советского Союза, была такая почтовая переписка, игра по переписке она называлась. Сейчас эта игра при помощи интернет-паутины играют онлайн. Играть можно на различных интернет-площадках, их сейчас стало большое множество. Но самые интересные площадки – это Лидрафтс, Плей Ок, Плей Маркет. И вот наши шашисты играют онлайн. Но самое интересное, конечно, это когда играешь с живыми людьми, с живыми соперниками. Порядка 10 человек у нас в городе кандидатов мастера спорта. Шашистов массовых разрядов – 1, 2, 3 спортивного разряда, 1, 2, 3 юношеского разряда. Около 40 человек у нас в городе. И всего в федерации порядка около 100 человек, действующих шашистов, действующих спортсменов. Для небольшого города это достаточно много. Это солидная цифра. Да, я считаю, что это неплохая цифра. И вот даже интересно в интернете присутствуют такие данные, что в целом у нас в стране шашки среди видов спорта занимают 15-е место. Шашками занимаются даже больше, чем боксом. На 15-м месте шашки, а на 16-м месте только бокс. Это вот примечательным было для нас. Те люди, которые не знают, где можно поиграть в шашки. У нас есть такая федерация. Я являюсь заместителем председателя федерации. И каждый год у нас в городе проводятся соревнования. Первенство города среди мужчин, первенство города среди женщин, первенство города среди ветеранов, первенство города среди школьников в трех возрастных категориях. И уже восьмой год подряд в этом году при взаимодействии федерации шашек города Сарова и департамента образования мы проводим первенство города среди дошкольников. Это очень примечательно, что мы с малых ногтей привлекаем деток к интеллектуальному виду спорта шашки. И они очень любят эти соревнования. Стремятся побеждать. И когда я у них спрашиваю, ребята, кто из вас умеет играть в шашки? Все руки поднимают до одного. Все умеют. То есть игра очень простая по своим правилам, но потом, как оказывается, эта игра очень сложная по содержанию. Мне очень понравился тот факт, что департамент образования пошел навстречу просьбе федерации шашек и включил их, по-моему, в городскую спартакиаду. Когда вы открываете школьные соревнования, я восхищаюсь массовостью. В каждой школе руководителя по физической культуре, он же ответственный за шашки, в каждой школе курирует свою команду, и там нешуточные страсти. Это так ведь, да? Да, это действительно так. С 1971 года в нашей стране культивируются такие соревнования всероссийские, как чудо-шашки. То есть сначала создаются команды в школах, потом проводятся городские соревнования. Лучшие команды едут на областные соревнования, и уже лучшие команды из области едут на финальный всероссийский турнир. Вот из истории можно немножко сказать, когда Александр Павлович Сидоров руководил шашечным кружком в школе номер 10, то его команда несколько раз становилась победителем областных соревнований. И один раз эта команда даже ездила на всероссийский финал, и там добилась бронзовых медалей третьего места. В настоящее время мы пытались повторить это достижение, но, к сожалению, у нас это не получилось. Команда гимназии номер 2 дважды побеждала на областных соревнованиях, и мы два раза ездили на всероссийский финал в курортный поселок Лоо. Но вот в тройку призеров там, к сожалению, не удавалось попасть. Там очень сильные команды, очень сильная конкуренция. И вот можно сказать, что особенно среди школьников, среди подрастающего поколения, шашки сейчас имеют очень большое развитие. Такая информация очень интересна для наших телезрителей, наверное, будет. Но вот плавный переход к другому вопросу. А как все-таки смотрятся наши шашисты на уровне, допустим, Нижегородской области взрослые? Ну, про детей мы уже сказали кратенько. Как наши выглядят на уровне Нижегородчины? На уровне Нижегородской области, естественно, выделяется город Нижний Новгород. По уровню, потому что в Нижнем Новгороде есть специализированная школа по шашкам. Там порядка десяти дипломированных тренеров по званиям гроссмейстера, мастера спорта. Готовят очень хорошее пополнение. Очень сильная спортивная школа в городе Держинске. Мы в Нижегородской области идем пока на третьем месте. Это имеется в виду о взрослых, я говорю о взрослых шашистах. Но есть такое понятие, что наши юные шашисты опережают и нижегородцев, и держинцев. И когда мы выезжаем на соревнования всероссийские, даже на первенстве России, мы порой привозим медали больше, даже чем нижегородцы и держинцы вместе взятые. Вот еще один плавный переход к следующему вопросу. Олег Григорьевич, вы сейчас готовите новые поколения юных спортсменов. Каковы успехи наших воспитанников в Нижегородской области? Вы сказали, наши дети самые сильные. А какие еще есть соревнования, где они засветились на пьедестале? Какие, кроме властных соревнований? Таких соревнований сейчас проводится очень много. В год проводится порядка 10-12 всероссийских соревнований для девушек и юношей. И наши ребята там постоянно в призерах. Каждый год проводится первенство России. И вот у нас уже три чемпионки России. В 2022 году Алиса Рубцова стала чемпионкой России. В этом году, в 2024 году, у нас уже две чемпионки. Это Дарья Вахрушева и София Дудник. В том же 2022 году наш Тимур Стегунов стал бронзовым призером первенства России. Ну и, конечно, нельзя не сказать об успехе Алисы Рубцовой даже на мировом первенстве. В 2022 году она из Болгарии привезла две серебряные медали чемпионата мира среди девушек до 11 лет. Вот, вы знаете, не могу не вспомнить. Где-то года два назад на нашем стадионе, во время проведения Дня физкультурника, Алиса Рубцова проводила сеансы одновременной игры на, наверное, 12-10 минут. На 12-10 минут, да. Со всеми желающими. Я рискнул поучаствовать. Признаюсь, я очень старался, но я проиграл. И был восхищен ее мастерством. Вот такой банальный вопрос. Мастерство – это талант плюс трудолюбие или еще какие-то качества? На начальном этапе очень тяжело рассмотреть у ребенка, есть у него талант, нет, есть у него способности или нет. Это выявляется примерно через где-то через полгода, год. Но плюс к этим способностям нужна обязательно способность к работе, к труду. То есть некоторые ребята думают, что шашки – это очень легко. Выиграл, выиграл, выиграл. На самом деле, чтобы выигрывать шашки, тоже нужно трудиться. И вот те ребята, которые понимают это, которые начинают работать над шашками, изучать дебюты, середину партии, Метельшпиль, Эншпиль, они добиваются хороших успехов. В частности, вот можно сказать про Алису Рубцову. Сейчас онлайн она занимается с одним из ведущих гроссмейстеров Белоруссии. И этот товарищ мне сказал, говорит, таких девочек у меня не было никогда. Поразительная работоспособность у маленькой девочки, у маленького человека. Ее ждет хорошее спортивное будущее шашечное. А вот когда она в Болгарии, третье место заняла, да? Второе. Второе место. И сколько лет тогда было? Ей было... То есть на взрослом уровне. Десять лет. Но она играла среди своих сверстников. Отлично. Да. Сейчас выходит на горе высокий уровень. А вот, Олег Григорьевич, кроме городских, областных, российских соревнований, есть масса других турниров, я это знаю, посещенных в памяти замечательных шашистов. Вы выезжаете, по-моему, в Вознесенск, в другие города области. Вот, кратенько. Как взрослые, так и дети. Где довелось соревноваться? Какие успехи, какие результаты? И так далее. Мы постоянно выезжаем на турниры вне нашего города, значит, на соревнования, посвященные различным замечательным людям. До недавнего времени мы периодически выезжали к нашим соседям в Вознесенск. У них есть такое правило по отдельным видам спорта, в том числе и по шашкам, проводить турнир в памяти героев Советского Союза, своего земляка. И вот мы с удовольствием были на этих соревнованиях. Буквально в июле месяце мы собираемся с большой группой ребят в город Ярославль на всероссийский турнир, посвященный памяти гроссмейстера Владимира Васильевича Скрабова. Это человек очень необъятной, небольшой энергии, который был заместителем руководителя Федерации шашек России, был председателем Федерации шашек Ярославской области, очень много делал для шашек, но, к сожалению, он безвременно ушел от нас. И мы каждый год с удовольствием участвуем в соревнованиях в Ярославле. Очень сильная организация, очень хороший прием, и мы всегда там стараемся успешно выступать. – Опять-таки у нас так получается в нашем разговоре, что происходит плавный переход к следующему вопросу. Вот, Олег Григорьевич, мы уже сказали о ближайших планах июльских. А какие планы на будущее у Федерации шашек, у вашего объединения при Дворце детского творчества, и у вас лично, ну, хотя бы вот в обозримом будущем? – В обозримом будущем, значит, приближается у нас День молодежи. В день этого праздника обязательно будет турнир на стадионе ИКАР для всех желающих. Естественно, мы будем рады там видеть как ветеранов, так и молодежь. В июле на турнир в Ярославль. И до конца лета нас еще ждет еще очень много соревнований. Это всероссийский турнир «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Информационные технологии, турнир в городе Казани, куда обязательно поедут наши ребята и взрослые. Это турнир всероссийский в городе Самаре. И везде будут наши представители на этих соревнованиях. Надеемся очень на успех. Вот наши телезрители, наверное, слушая наш разговор, захотели своих детей направить к вам. В Петербург, Нижний Новгород, Казань. Приятно. А вот как к вам попасть? Всех ли вы берете? Если кто-то пожелает прийти и позаниматься в объединении шашки при дворце детского творчества, как к вам попасть? К нам попасть очень просто. Дворец детского и юнусского творчества находится на проспекте Ленина, дом 28. Записаться через навигатор. И в конце августа, начале сентября будут объявления. Будет проводиться такой день открытых дверей во дворце детского творчества. Можно прийти и в седьмом кабинете записаться у меня. Будет образовано три группы по 15 человек. То есть общее количество где-то около 45 человек. А какая-то пробная игра бывает или нет? Или всех без ограничений берете? А вдруг кто-то несерьезно несется к этому? Вы знаете, обычно происходит таким образом. Те, кто приходят в сентябре, в сентябре иногда бывает, что мне детей даже посадить. Бывает, что некуда, разбиваем по группам, как-то выходим из положения. Но к Новому году те, кто пришли несерьезно, они обычно отсеиваются. Они находят себе более интересные занятия и уходят. Остаются те, которые пришли всерьез и надолго. Хотят действительно учиться играть в шашки. Которые понимают, какая это интересная, умная игра. Олег Григорьевич, даже в самом успешном деле не могут не существовать какие-то проблемы. Есть ли проблемы о городской федерации шашек, о вашего объединения и как их решить? По сравнению с другими городами хотя бы нашей области. Да, конечно, у нас есть проблемы. Первая проблема – это проблема финансирования. Периодически нам помогает и Российский федеральный ядерный центр, администрация дворца детского творчества. Но, конечно, чтобы развиваться, должно быть и соответствующее финансирование. Пока основная масса финансирования – это со стороны наших родителей. Нужно сказать им большое спасибо, отдать должное, чтобы развивать детей, чтобы они добивались каких-то успехов. Родители вкладывают практически все в них. Это естественно. Действительно, выездные соревнования не требуют определенных затрат. Это транспортные расходы, питание, проживание. Согласен с вами. Нужно каким-то образом решать и привлекать внимание к данным проблемам. Вот если говорить о наших успехах, именно вот об успехах воспитанников дворца детского творчества. Два года подряд мы стали взаимодействовать с очень интересной организацией, родственной нам. Это дворец детского творчества «Севастополец» в городе Герои Москва. И нас как-то пригласили на турнир под названием «32 поля», входящих в проект «Москва-Крым. Территория талантов». Мы с удовольствием откликнулись. Нам помогла администрация дворца детского творчества попасть на этот турнир. И мы с удовольствием съездили в Москву. Стали там победителями. Второй год мы поехали, мы опять там стали победителями. И на нас уже во второй год, когда мы там соревновались, москвичи нас смотрели и шептались, что это за Саров. Они второй год приезжают и нас побеждают. И мне было очень приятно видеть наших родителей, наших детей, которые с гордостью уезжали оттуда. И мы даже иногда, подходя к нашему поезду, напевали такую песню, в шутку, конечно, «Священные слова, Москва за нами». Мы помним со времен Бородина. Молодцы. Действительно, шороху навели в столице. Я знаю, что ваше объединение умудряется, я бы так сказал, оказывать и гуманитарную помощь. Вот недавно, по-моему, вы были в оздоровительном лагере или еще не доехали? Были. Мы с моим воспитанником, с одним из самых лучших воспитанников Михаилом Ковалевым по согласованию с администрацией детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна» были в этом лагере и провели там такое интересное соревнование, как сеанс одновременной игры на 35 досках. Дети были очень заинтересованы посоревноваться с сильным соперником. Некоторые, конечно, с них сказали, что соревноваться, мы все равно проиграем. Но это получилось не совсем так. Трое участников смогли с Михаилом сыграть в ничью. Были очень этому рады. И Михаил сказал, что с этими детьми нужно заниматься, чтобы они обязательно появились в нашем Дворце детского творчества на занятиях. Хорошо. Все-таки, чтобы наши телезрители, особенно родители, готовились направить своих детей к вам, скажите, по каким координатам связаться по Дворце детского творчества? Или не надо связаться, можно так приходить? Можно так приходить. Мы планируем в новом учебном году, скорее всего, это будет со 2 или с 3 сентября, так как в этом году 1 сентября у нас попадает на воскресенье. Начнем занятия по вторникам, средам и пятницам. Начинающие занимаются обычно у нас с 16 до 17. Вот такое время. Вот в плане достижений в нашем, то, что у нас два мастера спорта, и нам бы очень хотелось, чтобы у нас в городе появился мастер спорта, который выполнит, это станет мастером спорта за доской в реальной игре. Сейчас у нас есть такие два претендента на это звание. Это Михаил Ковалев, воспитанник Дворца детского творчества, и Николай Шличков. Это два сильнейших кандидата в мастера спорта в нашем городе, которые в этом году приложат все усилия, чтобы стать настоящими мастерами за доской. Но для этого им нужно принять участие во всероссийских соревнованиях. Для этого обязательно нужно принять участие во всероссийских соревнованиях, где есть мастерская норма. Это в Казани, в Санкт-Петербурге, в Самаре, и участвовать в соревнованиях, где играют мастера спорта и гроссмейстеры. Прекрасно. Вот на такой позитивной ноте мы можем завершить наш диалог, наш интересный разговор. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Олег Григорьевич Васенькин, преподаватель гимназии номер 2, педагог дополнительного образования, руководитель объединения шашки Дворца детского творчества. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, что пригласили. До встречи. 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 Продолжение следует...